На часах 22.00, а его рабочая смена только начинается. Андрей Кулик, водитель вакуумно-уборочной машины, в простонародье пылесоса. Весь теплый сезон года эта махина вычищает улицы Уссуриска. Прибордюрная зона – его ответственность. Песок, пыль, мелкие камни, а теперь и листва. Это далеко не весь перечень того, что поддается агрегату. Оснащение мощное, камера для сбора мусора, вакуумная насадка, емкость для воды. Машина обеспыливает поверхность во время уборки, потому воздух практически не загрязняет. А вот шума наводит много. Но и порядок при этом применении гарантирован. Он не раздувается, он забирается в бункер, специально засасывается в бункер. Влажный, мокрый, это самое. Берет, это большой водой, вопьем воды идет туда. Он вместе с водой подается в бункер. И потом вывозится на полигон. За ночь где-то в пределах 25-26 кубов мусора вывозится. На вооружение дорожников техника поступила в мае этого года. С тех пор каждую ночь пылесосы в работе. С 22 до 6 утра. Четко определенный маршрут и пустынный город. Ночное время выбрано не случайно. Именно тогда прибордюрная полоса свободна от припаркованного транспорта. Есть согласованные маршрутные карты, исходя из районов города, где находится прибордюрная часть. И, как правило, мы выходили по согласованию службы заказчика один раз в неделю на эти маршрутные карты. Но, поняв, что город надо все-таки сделать более чистым, особенно центральную часть, мы по центральной части, это Креснокламенная, Ленина, Октябрьская, Суханово, Комсомольская, мы начали ходить ежедневно. Таких автоматических мусоросборников в Уссурийске два. Учитывая, что за рабочую смену каждый преодолевает до 30 километров пути, за теплый сезон спецавтомобили намотали не одну тысячу на спидометре. Впереди зима, и эта техника отправится в гараж. Сейчас специалисты готовят смену. Грейдеры, погрузчики и снегоуборочные машины. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.